здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что к нам присоединился всем здравствуйте у меня там все работает как всегда идут всякие работы стирки уборки глажки и так далее но я не забываю о том что кожа также требует ухода и средства приготовленные из обычных продуктов не только безопасны для кожи но и значительно экономит бюджет от самое приятное это то что порой они оказываются эффективнее дорогостоящих магазинах скрабов уж в этом я уверена на сто процентов потом мне обязательно нужно всегда знать что я использую для своей кожи что мне подходит я даю ей раскошествовать я люблю когда моя кожа раскошествует поскольку я дочь царя царей как и вы ну или кто-то у нас сын царя царей мужчинам тоже нужно делать скраб их кожа тоже должна дышать и это огромное заблуждение когда скрабирует тело только женщины а мужчины нет очень зря и очень зря 100 старые ороговевшие омертвелые клетки эпителия нужно удалять нельзя их нужно дать кожа дышать если вы не будете давать дышать своей кожи вы об этом потом очень сильно пожалеете ваша кожа быстро станет дряблый некрасивой не ухоженный и просто вас неприятно будет даже обнимать но я шучу конечно средства делаю так я посмотрела у меня закончилась баночка пустая вот у меня обычно такие баночки я использую пластиковые для кремов для скрабов они у меня быстро заканчиваются но иногда я использую и стеклянные баночки обычно я на подарки всегда в стекле делаю вот я использовать буду морскую соль даже если у меня останется сколько-то не беда я беру где-то примерно две-три столовые ложки засыпаем даже не две-три даже может быть и больше а вы как хотите я делаю на несколько раз сразу вот поэтому вот так вот засыпаем баночку можно полную можно не полную как хотите но можно половинку можно одну треть я вот так вот где-то из такой баночки в общем один к трем я делаю вы можете делать как хотите всегда расчет у меня один к трем вообще многие считают что скраб и пилинг это одна и та же процедура на самом деле это два самостоятельных способа по ухода за кожей и я расскажу в чем разница после того как сделаю и так добавим добавим сюда как основу маслечка какое я буду использовать сейчас горчичное горчичное масло нерафинированное это замечательная маслечка для кожи кожа любит горчицу как основу я беру все на глаз в прошлый раз я делала оливковое масло с подсолнечным в этот раз я делаю горчицу я не жалею в этот раз я делаю горчицу и оливковое маслечко тут у меня уже остатки я их выливаю вот такую смесь я делаю дальше несколько капель так еще 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 с оливковым маслом нужно до конца все до конца это такая прелесть что дальше дальше я добавляю надо помешать надо помешать чтобы соль почувствовала масло пропитаться этим маслечком горчицы и оливки у меня это как основа понимаете мы натираемся маслами и вот теперь на данном этапе я понимаю что мне сольки нужно еще добавить я больше люблю соленые скрабы кто-то делает сладкие но ведь я ученица вы там уже будете смотреть сколько вам добавить соли вы будете смотреть по консистенции какую вам нужно кто-то любит жидкое больше масло любит кто-то любит среднее как я вот чтобы на руку бралось нормально все все скрабировать чтобы было чем чтобы вот так вот взяли масло вообще полезно вот такие масляные вот видите я беру скраб вот так вот делаете вы можете меньше масло брать но я беру не на один раз поэтому видите вот так я буду скрабировать втирать вот это все тут такое количество витамина е что не в сказке сказать не пером описать вот я даже сейчас скрабирую хотя еще скраб не готов и смою да вы скажете а как же потом смывать а как вы же будете жирная конечно вы будете жирной вы обязательно будете жирной вы должны еще постоять подождать пока это масло пропитает кожу а потом вы берете свой гель люкс гель как я делаю у меня есть видео ну или свой какой любимый гель и смываете это все как обычно после любого скраба все тщательно смываете но не забывайте что этот скраб жирненький вот пару капель масла виноградных косточек мне нужно не повредит даже больше может быть я капелек 4-5 да потому что виноградная косточка это кладис ну вот дальше а теперь эфирные масла с эфирными маслами нужно быть осторожным чайное дерево антисептик беру для кожи две капли раз два и отбеливает хорошо антисептические и беру нероли про нероли я рассказывала у меня есть видео кто хочет может покопаться вот так вот четыре нероли капли больше нельзя увлекаться ну-ка теперь запах ой какой запах пошел ммм можно и лимонного добавить апельсинового кто что любит все мне вот этого достаточно у меня такой скраб получился давайте посмотрим вот такой вот скраб у меня получился вот такой вот скраб я буду скрабировать себя обязательно сейчас а сейчас я вам знаете что скажу я вам скажу в чем разница это два самостоятельных способа по уходу за кожей скраб и пилинг они одинаково воздействуют на кожу лица они осуществляют глубокую чистку они проникают во внутренние слои эпидермиса и различаются тем что скраб он имеет механическое действие а пилинг химическое если в качестве основы для скраба выступают твердые частицы ну там косточки абрикоса кофейная гуще или вот соль я не любитель сахара я не беру сахар потому что сахар это бактерии очень любят сахар они размножаются я даже соду беру такую но это уже будет пилинг такой полупилинг полускраб кофейная гуще это да соль это да абрикосовая косточка да и вот пилинг готовится на основе фруктовых кислот а скраб скраб готовится вот таким вот как бы механическим воздействием а кислоты фруктовые какие это лимонный яблочный виноградный сок и в его составе тоже присутствуют абразивные частицы но они настолько мелкие что не дают никакого отшелушивающего сильного эффекта я иногда делаю пилинги такие называю маски как бы маска пилинг и называю их агрессивные это когда я беру немножко лимона допустим немножко соды смешиваю и вот это движение и добавляю там крем или еще что-то вместе наношу сразу немедленно тоже я люблю с помидорками такое есть у меня видео посмотрите просто эффект обалденный причем сразу же после таких масок ну вот в принципе вот так действие пилинга оно направлено на омоложение и уменьшение пигментации на лице пилинг очень хорошо справляется с этим но из-за того что в его составе используются фруктовые кислоты средство может вызвать аллергии у кого там проблемы с лимончиком и так далее и раздражение покраснение слегка категорически не рекомендовано к использованию женщинам с сильно чувствительной кожей лица хотя у меня гиперчувствительная кожа лица у меня прекрасно кожа воспринимает такие пилинги и говорит мне спасибо вот остальным применять можно его один раз два раза в месяц как хотите а скраб два-три раза в неделю надо делать и обе процедурки необходимо регулярно проводить чтобы вот глубоко очистить кожу кстати на лице от черных точек очистить вот эту шероховатость мне это помогает естественно кому это не подходит есть миллион миллион всяких скрабов для лица которые лучше сделать дома всегда нужно четко знать противопоказания которые вот ваша кожа на что реагирует поэтому посоветуйтесь с врачом дерматологом если хотите щадящий очищающий эффект то возьмите из овсянки и кефира но это уже будет больше маска а не пилинг а не скраб овсянка и кефир они мягко воздействуют они не раздражают верхний слой эпидермиса у кого купероз вот у кого девочки купероз если на лице есть такие просвечивающиеся капиллярные сеточки то откажитесь от очищающих процедур вообще ну вот так дорогие мои открытые ранки у кого на лице и прочее то тоже нежелательно да раздражать но это вы уже сами понимаете вы же не будете по раночке по рамке или по прыщу вот скрабировать размножать бактерии разносить это понятно вот и все и у кого дерматит тоже любые скрабы для лица всегда противопоказаны это я точно знаю вот такие вот дела поэтому если вы хотите улучшить состояние своего тела кстати вот этот пилинг очень хорошо втирать волосы очень хорошо поэтому ну после этого опять таки промываем хорошим шампунем промываем конкретно ну про шампуни мы еще потом поговорим так что я вас люблю будьте благословенны вы и ваши близкие ухаживайте за собой и я пошла делать пилинг и принимать потом бану пока пока